Два вареных яйца в день. Польза или вред? Одни врачи говорят об их огромной пользе и включают яйца в диетическое питание. Другие считают их крайне вредными, в основном из-за высокого содержания холестерина. Так кто же прав? И что будет, если есть вареные яйца ежедневно? Не торопитесь делать выводы, просто давайте наконец разберемся, какими свойствами обладают привычные всем яйца, для кого они полезны, а кому строго противопоказаны. Не переключайтесь, будет много полезной информации. На самом деле яйца отличаются содержанием огромного количества полезных веществ. Особенно важно наличие витаминов D и B12, так как они присутствуют далеко не во всех продуктах питания. При этом данные вещества крайне важны для нашего организма, их нехватка может привести к опасным последствиям, вплоть до остеопороза, паралича и так далее. Дефицит данных витаминов встречается у очень многих людей, что делает яйца еще более ценными. Также крайне распространен дефицит витамина B4 – холина. На сегодняшний день такой дефицит есть у большей части населения планеты. Холин имеет ряд важных функций, таких как поддержание работы головного мозга и нервной системы. Его нехватка может стать причиной проблем с артериальным давлением, памятью и печенью. А еще он нужен для формирования иммунной системы плода, что делает его крайне важным для беременных женщин. Яйца же являются одним из главных источников этого полезного вещества. Интересный момент. Перепелиные и куриные яйца обладают очень схожим составом и считаются одинаково полезными. Однако содержание некоторых витаминов, макро- и микроэлементов в них разнится. Например, перепелиные яйца содержат больше железа и витамина B12. Куриные, в свою очередь, обладают большим количеством витаминов D и B4. Мифы, связанные с яйцами. Самая главная причина неоднозначного отношения к яйцам – это холестерин. Согласно многим исследованиям, продукт содержит большое количество холестерина, из-за чего может вызывать атеросклероз и другие опасные заболевания сердечно-сосудистой системы. В итоге, длительное время употребления яиц сильно ограничивалось. На самом деле, яйца не так страшны, как кажется. Согласно новым исследованиям, они не оказывают значительное влияние на концентрацию вредного холестерина в крови. Но почему? В продукте действительно содержится много холестерина. Вот только он не плохой, а хороший. И в отличие от своего злого собрата, такой холестерин, напротив, разрушает бляшки и нормализует кровообращение. Происходит это за счет расщепления плохого холестерина. Проще говоря, мы можем смело есть вареные яйца хоть каждый день, не боясь навредить своему организму. Более того, это принесет несомненную пользу нашему здоровью. Однако важно понимать, что в этом деле важна умеренность. Польза яиц. Яйца не только обладают богатым химическим составом, но и легко усваиваются. Они питательны, отлично восстанавливают силы и придают ощущение бодрости. Именно поэтому их часто рекомендуют есть людям, которые занимаются спортом или переносят тяжелые физические нагрузки на работе. А теперь давайте рассмотрим, как вареные яйца влияют на наше здоровье при регулярном употреблении. Повышают остроту зрения. В продукте содержится витамин А, лютеин и заоксантин. Эти вещества помогают поддерживать здоровье глаз и снизить вероятность возникновения дегенерации желтого пятна или катаракты. Улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Благодаря жирным кислотам, витамину В12 и другим полезным веществам снижается риск развития многих болезней. Яйца укрепляют сердечную мышцу и замедляют ее износ. А также препятствуют образованию холестериновых бляшек, разумеется, при разумном употреблении. Они могут снизить риск развития гипертонии. Поддерживают работу нервные системы. Продукт повышает стрессоустойчивость, улучшает настроение, способствует снижению износа центральной нервной системы. Укрепляют костную ткань и препятствуют развитию остеопороза. Во-первых, для костей нужны кальций и фосфор. Во-вторых, на усвоение первого во многом влияет витамин D. То есть просто есть еду с высоким содержанием кальция недостаточно. Вареные яйца, в отличие от многих других продуктов, содержат весь набор желаемых веществ, а потому очень эффективно восстанавливают и укрепляют кости. Также они положительно влияют на зубы, благодаря чему последние меньше стираются с возрастом. Помогают избавиться от хронической усталости и депрессии. Данный продукт – ценный источник энергии, который позволяет быстро восстановиться после длительных стрессов, тяжелых физических и умственных нагрузок. Кроме того, он полезен при анемии и других болезнях, которые могут быть первопричиной хронической усталости. Укрепляют иммунитет. В яйцах нет аскорбиновой кислоты, которую чаще всего ассоциируют с иммунной системой. Однако они содержат витамин А, В12, а также селем. Все эти вещества оказывают противогрибковое и противовирусное действие. Способствуют похудению. Звучит противоречиво, ведь яйца содержат много калорий. Но на деле они очень полезны, так как надолго дают ощущение сытости. Съев буквально пару яиц, мы чувствуем насыщение. Это позволяет снизить общее количество потребляемых калорий, а также получить все необходимые полезные вещества, несмотря на строгую диету. Возможный вред и противопоказания. Людям, страдающим от атеросклероза, гипертонии и сахарного диабета, лучше не есть желтки. А вот белки будут полезны. Они очень легко усваиваются и не обладают высокой калорийностью. При этом в них содержатся незаменимые аминокислоты, которые нужны нашему организму на постоянной основе. Также необходимо учитывать, что яйца – высококалорийная пища. Чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса, проблемам с печенью и сердечно-сосудистой системой. Поэтому лучше употреблять не больше одного-двух яиц в сутки. Также не стоит сочетать яйца с майонезом, сыром, ветчиной, колбасой, белым хлебом, беконом и прочими жирными продуктами. Как и многие другие продукты, яйца могут стать причиной сильной аллергии, поэтому беременным и кормящим женщинам нужно есть их с осторожностью. То же самое можно сказать про маленьких детей. В первый раз специалисты рекомендуют дать буквально крупинку желтка, чтобы проверить реакцию организма. Затем количество постепенно увеличивают. Симптомы аллергии могут варьироваться. Наиболее часто встречаются покраснение кожи, тошнота и рвота, насморк, чихание, отдышка и хрипы, спазматические боли в области живота, кашель. Тяжелые случаи аллергической реакции встречаются редко, проявляются как учащенный пульс, пониженное артериальное давление и головокружение. Часто эти симптомы сопровождаются комом в горле и удушьем. Почему нужно есть именно вареные яйца? Яйца чаще всего жарят, варят, едят в сыром виде. В первом случае теряется больше полезных веществ, калорийность готового блюда выше и усваивается хуже. К тому же любое масло, особенно сливочное из-за низкой температуры дымления, может выделять канцерогены в процессе жарки. Эти вещества исключительно вредны для здоровья. Они способствуют злокачественной мутации клеток и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Сырые яйца – богатый источник белков и многих полезных веществ, ведь они не подвергаются термической обработки. Но в этом и кроется их изъян. Вредоносные бактерии и грибки могут легко попасть в наш организм. Самый яркий пример – сальмонелла, которая приводит к развитию серьезного кишечного заболевания. Хотя магазинные яйца проходят строгий контроль, вероятность заражения все равно есть. Готовы ли вы рисковать? Тем временем вареные яйца не опасны, в них не может быть сальмонеллы или канцерогенов. Они также легко усваиваются организмом и подходят для диетического питания. Друзья, а как часто вы включаете в рацион яйца и как они влияют на ваше самочувствие? Поделитесь своим опытом в комментариях. Ну а мы приглашаем вас присоединиться, это очень просто. Нажимайте на кнопку подписаться и на колокольчик, ведь так вы точно не пропустите новых выпусков на нашем канале. А сейчас позвольте пожелать вам крепкого здоровья и хорошего настроения.